Новый план ВАЙС. Why not? 13 мая 2019, 22.50. Надана Фредрихсон, телеведущая, журналист России, сосед Польши и продолжит им оставаться, заявил экс-глава службы военной контрразведки генерал Януш Насик. Мы должны как-то строить отношения, потому что конфронтация не служит ни соседям, ни Европе, ни Североатлантическому альянсу. Это заявление польский генерал озвучил на полях конференции, организованной фондом StratPoints. Однако голос здравого смысла потонул в установочных штамповках с оттенком фанатизма от других участников. Чего стоит только пламенная речь бывшего польского президента Бронислава Камуровского. Варшава должна интегрироваться в западный мир во всех направлениях, увещевал он. Иначе она станет московской. При этом кому Варшава должна и почему она непременно станет московской, остается только догадываться. Также по теме польский генерал заявил о необходимости улучшения отношений с Россией. Бывший глава службы военной контрразведки Польши генерал Януш Насик заявил, что стране необходимо улучшать отношения с Россией. «Оп! Ни на Польшу, ни на какую-либо другую страну НАТО Россия не собирается нападать», говорил в конце апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров. Но кого это интересует, когда в ряде стран антироссийская риторика уже давно перешла рубеж и превратилась в манию? И пример Польши как нельзя показателен. Фанатичные утверждения, что не сегодня-завтра бурый злобный медведь, с балалайкой и тремя гармониями, непременно куда-нибудь вторгнется, стали своего рода мантрой. Под такие заговоры стращают население, переписывают историю, решают свои частные политические и геополитические задачи и даже машут кулаком в адрес тех стран, кто держит антироссийскую истерию под контролем и исходят из своих национальных интересов, например Германии. Все угрозы по поводу газопровода «Северный поток-2» оказались несостоятельными, когда дело дошло до прагматичных расчетов. Политика политикой, риторика риторикой, а от газа по выгодным ценам прагматичные немцы отказываться не торопятся. Вот и получают политические оплеухи не только от заокеанского дядюшки Сэма, но и от той же Польши. Гордая Варшава закупает американский газ по цене 240 долларов за 1000 кубометров, при том, что у России его можно купить за 180 долларов и готова тратиться на широкую ногу, когда речь заходит об американской военной базе. Помните, как Польша предложила штатам разместить на своей территории американскую военную базу? Так называемый «Форд Трамп» и бронетанковую дивизию, взяв на себя все расходы. А это ни много ни мало порядка 2 миллиарда долларов. Осталось только угадать, за чей счет этот банкет. Ну так вот, теперь, видимо, польщенный таким вниманием к своей президентской персоне, Трамп планирует посетить Варшаву. И в ходе этого визита, возможно, он и объявит о размещении в Польше американской бронетанковой дивизии на постоянной основе. Выбор даты, кстати, как нельзя удачен, 1 сентября 2019 года. Ну а что, спустя 80 лет эдакое новое прочтение плана Вайс? Why not? Как говорится. При этом прагматичный интерес Трампа понятен. Американский президент в лучших традициях доктрины Монро мыслит категориями сфер влияния. Его советник по нацбезопасности Джон Болтон это открыто признал, когда посоветовал Россию не лезть в Венесуэлу, потому что, цитата, «это наше полушарие». Но только теперь своим полушарием в Америке, видимо, считают и восточное. И так называемое укрепление восточного фланга НАТО, а усиление военного присутствия США в Польше именно так артикулируется в Вашингтоне и Варшаве. Это попытка штатов застолбить за собой еще одну сферу влияния в Восточной Европе. Украина уже есть, теперь Польша. Попутно будет оказываться давление на Венгрию, Чехию и, конечно, Белоруссию. Зачем это нужно американцам? Не только для успеха отечественного военно-промышленного комплекса, но и для создания у российских границ напряженной военной обстановки, на которую, по замыслу заокеанских стратегов, Москве придется реагировать, а также чтобы контролировать отдельно распоясавшихся представителей старой части ЕС Франции, Германии и подобных. Ведь, как мы помним, они строптиво желали иметь свою собственную армию, начинают все чаще говорить о необходимости снятия с России санкций и покупают российский газ вместо того, чтобы тратиться на американский изжиженный. Так что логика Трампа вполне закономерна. Тем более что, когда речь идет о Польше, штатам даже сильно тратиться не придется. Но вот на что рассчитывает польский президент Анджей Дуда. Кстати, назвать новую военную базу США не иначе, как Форд Трамп. Его идея. В 2020 году в Польше должны пройти президентские выборы. Пока известно, что Дуда планирует баллотироваться повторно. На каком внешнеполитическом фоне он будет выдвигаться, если уже сейчас его политика ведет к нагнетанию военной обстановки. Польский президент, видимо, считает, что отдать свою страну под американскую сферу влияния, это единственный путь. Make Poland great again. От моря до моря. Что это своего рода карт-бланш на гегемонию в Восточной Европе, протекция от неудобной для Варшавы политики официального Брюсселя и гарантия, что злые русские не посягнут на польский суверенитет. Но вот только нападать на Польшу Россия не собирается, а Штаты не намерены помогать Варшаве с расширением территории до каких-то там морей. Поскольку быть сферой влияния и быть союзником – это абсолютно разные понятия. Так какая роль тогда отводится Польше? Быть разменной картой в рукаве Трампа в переговорах с Россией? Быть плацдармом, да еще и за свой счет? Или, может, главной ответственной за конфронтацию? Сомнительная стратегия и для страны, и для Анжиа Дуды, планирующего переизбраться повторно. И потом, какие будут настроения в Польше, если политика пока еще действующего президента приведет к огромным тратам на американскую военную базу и реальному обострению военной ситуации, а мировые СМИ при этом будут транслировать, как Путин и Трамп ведут переговоры, например, на полях саммита Большой Двадцатки, который пройдет в конце июня в Японии. Или при других обстоятельствах. В конце концов, нынешний визит американского госсекретаря Помпея вполне может быть предтечей встречи российского и американского президентов. Так может, польским политикам действительно стоит вспомнить, что Россия как была соседом, так и останется. И что конфронтация до добра еще никого не доводила. Хотелось бы, чтобы заявление генерала Насека все же пробилось через пласт антироссийского фанатизма. А еще хочется напомнить польскому президенту, что за последние годы победу на президентских выборах почему-то одерживали те политики, кто был нацелен на диалог с Москвой. Например, Дональд Трамп. Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.